День Республики О мировой значимости этого исторического события мы говорим сегодня в рамках программы «В тему» с гостями в студии депутатом Азербайджанского парламента Айденом Мирзазаде и ученым-секретарем Национального музея истории Азербайджана Академии наук страны Фархадом Джабаровым. Здравствуйте! Добро пожаловать в студию. Я рада видеть вас гостями нашей программы. И начну с того, что я не случайно заговорила о мировом историческом значении этого события. Именно такую оценку этому событию дал глава нашего государства президент Азербайджана Ильхам Алиев. И я прошу вашего внимания и внимания зрителей на мониторы, чтобы мы посмотрели, как он назвал это событие. Азербайджан – это событие демократической демократической республики. явилось историческим событием мирового масштаба, так как была создана первая в мусульманском мире демократическая республика. Мы гордимся тем, что эта история написана азербайджанским народом. Создание Азербайджанской демократической республики еще раз показывает, что азербайджанский народ – это очень талантливый, патриотичный и прогрессивный народ. Начался процесс государственного строительства, были учреждены демократические институты, стали проводиться политические реформы, были приняты наши государственные атрибуты, утверждены государственный гимн, национальный флаг. Женщинам было предоставлено право голоса. Должен также отметить, что Азербайджанская демократическая республика сделала это раньше некоторых европейских стран. Словом, деятельность Азербайджанской демократической республики была очень позитивной и успешной, несмотря на то, что демократическая республика осуществляла ее в крайне тяжелых геополитических условиях. Так, вот мы сейчас с вами видели на мониторе, как глава государства характеризовала это событие. И я попрошу вас тоже дать свою оценку этому историческому событию. Наверное, начнем мы с Айден Малима. Айден Малим. Действительно, проглашение независимости Азербайджана в 1918 году, это было историческое событие. Исторические события не только для нашего народа, для региона, но и мирового значения. Народ, который в результате определенных событий в начале 19 века потерял свою государственность. Народ, который веками имел свои сильнейшие государства, в начале 20 века восстанавливает свою независимость. И при том, не только идет простое заявление о независимости, идет утверждение государственных атрибутов. Гражданам предоставляются права, которые некоторые европейские страны это у себя применили даже в 60-х годах 20 века. И пример Азербайджана еще раз доказал, что народ, который действительно хочет независимости, народ, который готов строить свое независимое цивильное демократическое государство, добивается своей цели. История Азербайджанской демократии республика – это славная страница нашей истории. И восстановление нашей независимости уже 18 октября 1991 года стало продолжением той славной пути, который было прервано в апреле 2020 года. Фархад Малим, историки говорят, что ни одно событие не случается само по себе. Естественно, ему предшествуют какие-то предпосылки, какие-то другие события, и то, о котором мы говорим, является его естественным историческим следствием. В данном случае так ли это было и что предшествовало? Историческая предпосылка образования Первой Азербайджанской республики – это, несомненно, февральские события 1917 года в России, когда пала монархия, и фактически после этого народы, населявшие бывшую Российскую империю, они стояли перед выбором своей дальнейшей судьбы. И азербайджанские национальные силы тогда больше склонялись к тому варианту, чтобы остаться в составе обновленной демократической России с предоставлением малочисленным народам права на территориальную автономию. И весь спектр тогдашних политических сил, он именно был сторонником этой идеи. Однако в октябре 1917 года происходит большевистский переворот в Петрограде, после которого мнения начинают расходиться. Особенно это ощутимо стало после того, как в Баку власть захватили большевики, и в марте 1918 года они устроили в Баку, а затем уже впоследствии в других регионах Азербайджана геноцид против мирного мусульманского населения. После этого события, после того, как большевики, вступив в союз с Дашнаками, устроили резню против мирного населения, то у азербайджанских политических сил сложилось такое мнение, что выступать за автономию в составе России, тем более это уже была не демократическая Россия, созданная после февраля, а большевистская Россия, оставаться в ее составе нельзя. И мы еще должны учитывать здесь такой момент, что Южный Кавказ в это время фактически уже отделился от России, и власть, которая существовала в Петрограде, она этот регион не контролировала. И в Закавказском Сейме, в котором были представлены три тогдашние нации региона, азербайджанцы, грузины и армяне, существовали очень серьезные противоречия, особенно между азербайджанской стороной и армянской стороной. Ну и в свете вот этих мартовских событий, и в свете постоянных территориальных претензий армян к азербайджанцам. И поэтому 26 мая 1918 года Грузия выходит из состава Закавказского Сейма, и складывается такая немножко, ну, щепетильная ситуация, что фактически в Сейме остается только азербайджанская и армянская фракция. Ну, естественно, это нереально было, чтобы они были вместе, и поэтому 27 мая собирается национальный совет из представителей азербайджанской фракции в Сейме, и на следующий день, 28 мая 1918 года, провозглашается вот этот акт о независимости. Первая республика на мусульманском востоке, которой была азербайджанская демократическая республика, мы можем с полной уверенностью сказать, что она была создана фактически на пустом месте. В том смысле, что у нас накануне произошел почти столетний перерыв в истории государственности. В начале 19 века мы потеряли независимость, стали колонией большой империи, и вот создавать новое государство, это было очень трудно. Поэтому все, что делалось с 1918 по 1920 год, это все строилось просто с нуля, все создавалось с нуля. И поэтому мы всегда, когда отмечаем этот юбилей, и даже когда это не приурочено к юбилейным датам, мы все время подчеркиваем вот значимость этой республики и ее деятелей, их выдающийся вклад в то, что они смогли, правда, за короткий период времени, за 23 месяца, но создать основы национальной государственности. В этом их, конечно, большая заслуга. Спасибо большое. Я из того, что вы сказали, делаю вывод, что в принципе государство было создано в какой-то степени с целью защиты интересов собственных граждан. Получается так. Согласны, Аденали? Да, да, конечно, вы правы. Вообще, цель любого государства – защита интересов населения, проживающего на его территории, защита безопасности, обеспечение его потребностей социальных вопросов и предоставление его интересов в международной арене. Азербайджанский народ, потерявший свое государство в начале 19 века, в составе царской империи, хотя имел общие права с другими подданными империи, но так таково, его интересы не были в полной мере обеспечены. Азербайджанское население не было грамотным. Допустим, в 1913 году в Баку было всего 44 лица азербайджанцев с высшим образованием, из них четверо всего женщин. К примеру, сказать, в то же время, среди проживающих в Баку русских, 550 лиц с высшим образованием, среди них 150 женщин с высшим образованием. Не было создано условия для развития культуры, пришедшее армянское население претендовало на нашу историю, на нашу культуру. В этом деле ему поддерживала официальная власть. И созданное в 1918 году независимое государство ставило перед собой цель именно защиты интересов народа в общем и каждого гражданина в частности. Я скажу, что хотя это было национальное государство, но это не было националистическим государством. То есть в парламенте были представлены представители других народов и национальностей, в том числе представители армянского населения Азербайджана. Наши законы предоставляли равные права всем проживающим и являющимся гражданами Азербайджана населения. Думаю, что азербайджанское демократическое государство выполнил свою историческую миссию и с другой стороны дал хороший пример, что хотя это государство создано на пустом месте, но за короткое время показал образец цивильности, демократичности и желания быть современным государством. Фархад Мелем, вы как историк, безусловно, знакомы с документами того периода. Мне вот очень интересно, как оценивали создание АДР как в самом Азербайджане, так и за рубежом, если обратиться к источникам того периода? В самом Азербайджане, конечно, это оценивалось, ну, так скажем, с большим, конечно же, воодушевлением, потому что это восстановление государственности, восстановление независимости. Есть очень много примеров из источников и периодической печати того времени, как население воспринимало отдельные факты, например, отдельные крупные события из истории республики. Например, день открытия азербайджанского парламента 7 декабря, вот как сообщали газеты того времени, город фактически был вот в таком праздничном настроении, потому что это действительно было масштабное событие. Или же, скажем, освобождение Баку 15 сентября 1918 года. Затем, когда 11 января 1920 года независимость Азербайджана была признана на Верховном Совете Антанты, то этот день был объявлен праздничным днем, и он отмечался действительно вот в республике с очень большим таким торжеством. То есть, вот все эти события из жизни демократической республики, они населением воспринимались очень положительно. Что касается внешнего фактора, как это воспринималось. Это тоже очень важно. Да. Ну, те консулы, которые у нас были в Баку, это информация сразу, значит, они отправили в свои государства о том, что вот впервые здесь объявлена демократическая республика. И надо сказать, что отношения Азербайджана с зарубежными государствами, они не всегда были очень гладкими. Потому что в то время были серьезные проблемы, особенно вот после окончания Первой мировой войны, когда наш естественный союзник в то время, Османская империя, потерпела поражение, отношение стран Антанты к Азербайджану было неоднозначным. Потому что тогда АДР воспринимали как союзницу Турции, то есть как естественного врага Антанты. Но деятели Азербайджанской демократической республики, вот здесь опять им надо отдать должное, они смогли показать и английскому командованию, которое было здесь, и представителям вот этих стран Антанты, что эта республика, она создана не, как в то время иногда наши недруги говорили, да, создана происсками Турции. Она создана именно волей азербайджанского народа. И они смогли добиться того, что и английское командование, и страны Антанты признали азербайджанское правительство как законное правительство, как именно отражающее интерес азербайджанского населения. С соседями, которые нас окружали, тоже не все было гладко, особенно это ощущалось вот в отношениях с Дашнакской Арменией, затем с Советской Россией, потому что мы вот все эти 23 месяца, пока существовала демократическая республика, мы фактически находились в состоянии войны с Арменией, потому что наши территории Нахчевана, Зангезура, Карабаха, они становились постоянно объектами армянской агрессии. Но, тем не менее, вот правительство АДР, оно старалось всегда поддерживать не только дипломатические, но и экономические связи с зарубежными государствами. Ну, примером мы можем привести, например, подписание нефтяных контрактов с зарубежными фирмами, потом контрактов о строительстве трубопровода, потому что в то время основа азербайджанской экономики нефть, она переживала очень тяжелое состояние, и надо было выводить государство из состояния вот этого экономического кризиса. Я бы хотела вернуться к декларации независимости. В декларации было отмечено очень много важных моментов, которые изменили саму суть, само представление о мусульманской стране. Что это было и какие пункты вы бы особенно выделили? Может быть, Айденалем? Во-первых, надо иметь в виду, что эта декларация составлялась всего, по-моему, за одну сутку. То есть, в других государствах, в других периодах над этим работала большая команда специалистов и долгое время. И несколько человек работали над документами, прогрессивность и значимость, которые до сих пор очень высоко ценятся. Это надо иметь в виду. И те лозунги, и те цели, которые были там озвучены, они более прогрессивны, чем цели, объявленные после буржуазной революции 1917 года, и цели, поставленные перед большевистским правительством во главе с Лениным в октябре 1917 года. И поэтому мы можем назвать нынешнюю азербайджанскую государственность политическим наследием того периода. Демократичность, права человека, предоставление избирательного права всем жителям и гражданам страны, включая и женщин, а также хорошие отношения с соседними государствами. Думаю, все эти цели и ныне очень востребованы. Думаю, что все это результат того, что азербайджанское общество было готово к независимости. После объявления независимости в Азербайджане не нашлось более-менее влиятельной силы, который выступал бы за присоединение к России, или же к отказу от независимости, или же призывал бы к установлению государственности, но пережитками прошлого. Всего этого не было. И думаю, что это результат того, что после утери национального государства в начале XIX века в азербайджанском обществе произошли качественные изменения. Часть населения, не все население, конечно, получило образование, в том числе высшее образование. Выросло большое число представителей азербайджанской интеллигенции в государственном управлении, в науке, в искусстве. Чего стоит, допустим, предложение Мирзефет Аляхундова о применении азербайджанского алфавета на латинице. Чего стоит, значит, действие Асэмбе-Зердаби по выпуску газеты на азербайджанском языке, по массовой грамотности и так далее и тому подобное. Думаю, что те качественные изменения, в конце концов, привели к объявлению независимости. Хотя у руководителя АДР не было практического опыта государственного управления, но они в целе справились в возложенном на него исторической миссии. Айден Алим, вы сейчас, чуть ранее, вы сказали, АДР было национальным государством, но не националистическим. И в парламенте вы это отметили, были представлены разные фракции, были представлены разные национальности. А теперь у меня вопрос к вам, Пархад Налим. Разные фракции, разные национальности, в том числе были представлены представители Дашна Ак-Тю-Цюн. Как проходили дебаты, как они находили общий язык? Начать надо с того, что армянское национальное меньшинство, оно вначале вообще отказалось участвовать в парламенте. Они фактически бойкотировали его деятельность. И парламент именно вот из-за этого бойкота, он фактически даже задержалось открытие его первого заседания. Но ввиду того, что республика объявила равноправие всех наций, равноправие всех религий, то без участия вот этого армянского национального меньшинства деятели АДР не хотели открывать парламент. И путем очень сложных переговоров все-таки удалось привлечь армянских депутатов в парламент. И если мы просмотрим вот стенограммы заседаний парламента, то сразу первое, что бросается в глаза, это такое ощущение, что вот армянские депутаты именно там не столько уже бойкотировали, а сколько постоянно вот пытались внести какой-то разлад в деятельность парламента. Обычно при обсуждении законопроектов, ну естественно, это что депутаты выражают каждое свое мнение. Здесь тоже была очень такая демократичная атмосфера, когда каждая фракция, каждый депутат в отдельности мог выражать свое мнение. Но вот когда доходишь до выступлений армянских депутатов, то тут вот чувствуется, что здесь не по существу выступления, а именно по каким-то мелким деталям они все время пытались затормозить либо обсуждение какого-то проекта, или же если это не получалось, то во время голосования воспрепятствовать принятию этого законопроекта. И что интересно, в конце 1919-го, в начале 1920-го года деятельность армянских депутатов в нашем парламенте становится более радикальной. Тут даже есть вот некоторые такие вот моменты, что они открыто, например, говорят, что независимость, в общем, мы можем даже с ней как-то и не соглашаться. В начале 1920-го года уже созрел план оккупации Азербайджана. И мы знаем, что армяне очень активно в этой деятельности принимали участие и помогали 11-й Красной Армии, потому что в марте 1920-го года в Карабахе поднялся мятеж армян. И наша армия вынуждена была отправиться туда на подавление этого мятежа. Фактически это стало причиной того, что северные границы наши остались незащищенными. Когда 11-я Красная Армия переступила границу Азербайджана, там ей оказывалось сопротивление, но это сопротивление было недостаточно. То есть мы делаем вывод о том, что уже в тот период депутаты от армянских партий в некоторой степени способствовали в последствии оккупации Азербайджана со стороны советских войск. То есть этот вывод мы сегодня сделать можем? Не только можем, можем даже утвердить. То есть после оккупации Советской Россией Азербайджана во главе Азербайджана стали лица армянской национальности. Допустим, первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана был назначен Анастас Микоян. После него Сергей Микоя Киров. Нарман Нарман был вторым лицом в Советском Азербайджане. И даже после, до 1933 года, руководителем Азербайджана в основном были только лица армянской национальности. Допустим, в 1926 году первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана был назначен Ливон Мирзаян, которому в то время исполнилось всего 26 лет. Ну, конечно, с поддержкой Анастасии Микояновой. Лица армянской национальности занимали важные посты в правительстве, в правоохранительных органах, в органах госбезопасности и так далее. В 1923 году искусственно был создан Нагорно-Карабахская автономная область. А также то, что ресурсы Азербайджана были использованы для развития Советской Армении. Армения стала претендовать на земли Азербайджана. После же оккупации Советской России и Азербайджанской территории Дзяньгязур и Гюйчайская Гюйча был передан Армении. А в 1929 году Мигринский район Азербайджана был передан Армении. Но, как мы видим, их стремление к утере Азербайджана своей независимости первым долгом отвечало их интересам. И поэтому-то можно говорить, что армянские политические силы в период 1918-1920-х годов играли роль пятой колонны Советской России в независимом Азербайджане. А раз уж мы с вами сейчас заговорили о претензиях Армении к Азербайджану, то я бы вновь хотела обратить ваше внимание на монитор и на слова президента Азербайджана Эль-Хамалиева, который касается одного исторического момента и называет его ошибкой в деятельности АДР. Прошу внимания на монитор. Были и потери. Среди них самой большой нашей потерей явилась передача Иривана Армении. Это не заживающая рана. Конечно, мы должны знать историческую правду. К сожалению, история преподносилась старшему поколению в искаженном виде. В книгах по истории, которые мы читали, мы не видели исторической правды. Поэтому были и некоторые темные моменты. Сегодня Азербайджан открыт миру как независимое государство. Сегодня вся историческая правда известна каждому гражданину Азербайджана. Это уже не секрет. Передача Иривана Армении, конечно, была большой ошибкой. К сожалению, этот шаг не остановил в дальнейшем армянскую оккупационную политику, направленную против Азербайджана. Республика просуществовала недолго. Если бы спустя два года Азербайджанская демократическая республика не пала, то сегодня Азербайджан, возможно, мог стать самой развитой страной в мировом масштабе. Я бы хотела поговорить как раз об этом периоде, о передаче Иривана. Кто хочет начать? Кто хочет прокомментировать? Пожалуйста. Дело в том, что действительно, в словах президента было отмечено, что если бы Азербайджанская демократическая республика просуществовала дольше, то Азербайджан сейчас бы был одной из развитых стран мира. На самом деле, если бы в тот период мы бы не пережили советскую оккупацию и затем вот этот большой перерыв 70 лет, история сложилась бы, конечно, по-другому. Как и у любого государства, у Азербайджанской демократической республики тоже, естественно, были ошибки. Без этого невозможно было. Почему? Потому что, во-первых, эти деятели, они, как я уже сказал, создавали государство с нуля. И, во-вторых, тут мы должны учитывать еще такой момент, что когда ставился вопрос о передаче Иревана Армении, и вообще, когда решались вот эти все территориальные споры, была надежда на то, что этим шагом армяне прекратят территориальные претензии. Потому что, действительно, даже если мы рассмотрим этот протокол этого заседания Национального совета, когда было принято это решение, там тоже указывалось, что армяне должны отказаться от своих претензий на Карабах, на Зангизур и на Нахчеван. Но здесь еще следующий момент мы должны тоже учитывать, что передача Иревана Армении происходила в очень сложной международной обстановке, когда давление оказывалось и на наше национальное правительство. Вот этот вопрос, он несколько так поверхностно освещен, особенно в свете того, что тогда было очень сильное давление со стороны Османской империи, несмотря на то, что она была нашей союзницей. Тогда рассматривался такой вопрос, что у армян в это время не было столицы. То есть им надо было столицу давать или за счет земель, которые расположены близко к Турции, либо же за счет азербайджанских земель. И фактически тут Османская империя как бы перевела стрелки на нас, и мы вынуждены были пойти на этот шаг. Но, к сожалению, история показала, что вот эта надежда на то, что армяне откажутся от своих претензий, она не оправдалась. Но, с другой стороны, мы должны и этот момент тоже отмечать, что за 23 месяца существования Азербайджанской республики те территории, которые назывались спорными, вот эти три, Нахчеван, Карабах и Зангизур, они не были отданы Армении. И республика смогла их удержать под своим контролем. А уже после 1920 года, когда советская власть установилась, что мы видим? Зангизур был передан Армении, Нахчеван удалось сохранить в виде автономной республики, благодаря настояниям Турции. Но зато армяне добились того, что между основной территорией Азербайджана и Нахчеванской автономии нет сейчас сухопутной границы. Ну и, конечно же, это злободневная до сегодняшнего дня проблема Нагорного Карабаха, когда им в 1923 году была предоставлена автономия. То есть Азербайджанская демократическая республика смогла сохранить эти территории, территориальную целостность свою. Советская власть, к сожалению, это не сделала. Согласна, Айден Али? В основном согласен. Я хочу сказать, что нынешнее азербайджанское поколение никого не обвиняет. Но мы в то же время передачи Еревана, не Еревана, а Иревана, даже в Армении до 30-го года прошлого века этот город назывался Иреван. Но мы считаем, что это историческая ошибка. Надо учитывать то, что руководители нового государства не имели политического опыта. Надо иметь сложную политическую обстановку того времени. И надо иметь в виду, что были какие-то иллюзии, что в результате соседняя Армения откажутся от других территориальных претензий. Но Азербайджан оставляет за собой моральное право на Ереван. То есть мы считаем, что это историческое азербайджанское земля. Мы считаем, что Армении был передан. Это незаконно. То есть не был проведен референдум. Не были учтены даже действующие в то время международные правовые нормы. И нынешняя Армения создана на историческом азербайджанской земле. Армянское население является пришельцем. Азербайджанское население, населяющее Армению, были изгнаны оттуда время от времени. Если в 1915 году 75% населения Еревана составляли азербайджанцев, если все названия нынешней Армении были исторически азербайджанскими именами, но объявлением армянского государства на азербайджанских землях и, конечно, с поддержкой советской власти, эта территория была арменизирована. Были изгнаны азербайджанское население. А в 1988-1990 году массово были изгнаны последние оставшиеся азербайджанское население. Историю надо читать таким, какой он есть. И Азербайджан в канун своего 100-летнего юбилея азербайджанской демократии и республики открыто заявлять миру свою историю, свои проблемы, существовавшие в то время. И мы считаем, что, хорошо зная свою историю, мы можем быть более сильными и мы можем сохранить свою независимость навечно и навсегда. У меня будет к вам еще один вопрос. К сожалению, с ввиду того, что время программы ограничено, он будет последним, и я попрошу ответить на него вас обоих. Вопрос будет следующим. К сожалению, так получилось, что в советский период историю АДР мы не изучали. И по-настоящему о том, что из себя представляет АДР, его историческая оценка, ведь это все было дано уже после того, как Азербайджан обрел свою независимость. И вот вопрос будет следующим. Есть ли еще какие-то белые пятна в истории АДР? Есть ли еще то, что необходимо изучать? Как вы думаете, есть ли еще то, что может стать открытием в истории АДР? И что мы можем сделать еще к столетию, которое мы будем отмечать уже в следующем году? Я хочу, чтобы Натюф Архадналем и завершил уже Айденалем. Если так посмотреть с исторической точки зрения, то два года для истории – это очень маленький, короткий промежуток. 23 месяца. Но эти 23 месяца, как вы отметили, за период независимости, у нас детально изучены нашими историками. Но действительно есть такие моменты, которые еще требуют своего изучения. Прежде всего, мне кажется, это такой момент, как исследование жизненного пути и деятельности видных представителей Азербайджанской демократической республики. Но я думаю, что стимулом для этих исследований послужит недавно вышедшее распоряжение главы государства о праздновании столетия АДР. Я считаю, что это распоряжение имеет историческое значение в каком плане? Оно издано за год до этого юбилейного события. То есть это нацеливает нашу общественность, ученых прежде всего, на то, чтобы за вот этот год, который остается до столетия Азербайджанской демократической республики, наметить основные контуры этой деятельности. Я думаю, что к столетию Азербайджанской демократической республики мы увидим и новые исследования по этой теме, и мы будем свидетелями очень масштабного празднования этого юбилея, потому что действительно это не только значимое событие для истории Азербайджана, но это значимое событие для всего тюркского мира и для всего мусульманского востока. Поэтому я надеюсь, что к столетию Азербайджанской республики мы будем свидетелями очень серьезных и масштабных мероприятий. Вот к вашим словам о деятелях АДР, которые, в том числе, многие из них погибли потом в эмиграции. Тут нужно отметить, что, например, реставрация могил в Париже, деятеля АДР, она была сделана уже по распоряжению общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Эти могилы сейчас отреставрированы, и туда возлагаются цветы. Но в любом случае изучение их деятельности, безусловно, оно будет продолжаться. А именно тот же вопрос я прошу ответить вас. Я согласен, что в основном история АДР 18-20-го года изучена. Но есть моменты, которые требуют изучения, более глубоких изучений. Например, мне было бы интересно знать деятельность посольства и консульства иностранного государства БАКО. Их переписки, их оценка деятельности правительства правительства азербайджанской демократии республики. Одним словом, новому поколению следователей есть над чем работать. И азербайджанское общество, и азербайджанское руководство всегда давало высокую оценку деятельности АДР в начале 20-го века. Высокую оценку их деятельности. И, в частности, руководитель давал покойный президент Агейдар Алиев и нынешний руководитель Азербайджана господин Амалиев высоко оценил их деятельность. Их деятельность для нас пример, их деятельность для нас гордость. И думаю, что в канун столетия азербайджанского общества еще раз обратить внимание на ту историческую значимость, которую имеет для нас период 18-20-х годов. Спасибо вам большое за очень интересное интервью. Напомню, что мы говорили о мировой исторической значимости события 99-летней давности, а именно создания первой на Востоке парламентской республики с гостями в студии депутатом Азербайджанского парламента Айбеном Мирзазаде и ученым-секретарем Национального музея Истории Азербайджана Академии наук страны Фархадом Джабаровым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Азербайджанского парламента А.Семкин Корректор А.Егорова